Мужчина, где зал, не напомните ветеранам? Не напомните. Лёха, 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 ты не знаешь, где зал? У мужика спроси. Вы просмотрели миниатюру, у мужика спроси. А сейчас команда ДМВ представляет вам остро-статирический политический памфлет «Квартет». Проказница-мартышка, осёл-козёл да косолапый Мишка затеяли развлечь электорат. Достали депутатские программы и сели в телестудии под рампой, чтобы выяснить, кто лучший кандидат. Я, бурая мартышка, представляю движение-фракцию Макокелента. И от себя я всем вам обещаю придать политике приматам больше веса. Закрытый вентиль я считаю преступлением, а трансфер газа божьим проявлением. Я к власти я приду, то уже устрою вступление в НАТО. А потом открою решётки в зоопарках и в Европу. Пугать там депутатов голой правдой. Наступит жизнь тогда вам и не снилось. А с Вашингтоном я уже договорилась. Я русский выучить не очень сильно смог. Два языка теперь я плохо говорить. Могу я часто путать повод и предлог, при этом я могу неплохо пошутить. Вот, к примеру, анекдот на днях рассказали. Встречаются Бен Ладен и Саддам Хусей, а пожениться не могут. Коран запрещает. Я партию свою, республиканцев, считаю лучшую. Почти во всех нюансах. Не можно говорить таким извратом, что вы предпрезидентом демократа. Известен всем я, когда мир борец. Он у меня пока не весь в руках. И чтоб ко всем пришел скорее мир, нет лучше средства, чем наземные войска. И напоследок несколько слов по-русски. Буш, ковбой, сраной. Вот здесь вот. Yes? Yes, it is. It is. И баба твой, и дедушка, и ты. Все на польта пойдетесь. Вот я козел. И тем горжусь немало. Где я там жди всегда скандала. Поскольку к секс-меньшинствам отношусь. И этого нисколько не стыжусь. Вопросы партия моя решить все досконально. Можно орально, а можно и... Нет, нет, нет. Анально. Да. И уверяю вас, что все это реально. Довольно, братья, быть козлами отпущения. Проголосуйте, и наступит час отпущения. Пусть злые языки твердят, что все мы злые. А наш первейший лозунг – все козлы. На этом я кончаю. В лучшем смысле слова... Хочешь с обезьянкой сфотографироваться? Пусть. Чужа. Джош, ты какой? Я тебе ясно по-русски сказал. Не сметь стрелять по тегерам. Это не Кабул. Это не Багдад. Это твоя могила. Лучше вместе... Нет, нет, нет. Долбанем подвелись. Так. Как? Да вот так. Встать! Ну, значит, это... Я сказать ведь не мастак. Но думаю, что, в общем, суть не в этом. А дело в том, что это, ну, бардак в стране. Я прекращу буквально летом. И известно всем, что у меня наверняка и лапа волосатая, и мощная рука. Со всеми же ослами и козлами я разберусь. Ну, да без них совсем. Друзья, короче, хватит ныть и плакать. Как вам голосовать? Понятно всем. А если кто-то чем-то недоволен... Пусть это скажет прямо в морду мне. Тогда и я ему по морде. В морду, то есть, скажу все прямо, без... Обиняков. О! Спасибо за внимание. Уверен, что с вами мы расстанемся не скоро. Марайсель басни вкратце такова, что кто бы ни сидел у микрофона, и каковы бы ни были слова, зверё жиёт по писанным законам. Законом Дарвина. А Дарвин голова! А мы продолжаем наше феерическое шоу. И сейчас мы хотели бы вам прочитать сказочку. Жуткую, но симпатичную. Жил-был царь, и было у него три сына. Четыре. Три. Четыре. Ну, как четыре, три. Старший, средний и младший, Иван Дурак. А Гога маленький, он умер. Но он же умер. Но он же был. Хорошо. Решил как-то царь женить своих сыновей. Вышел старший сын на крыльцо, выпустил стрелу, и попала она дворянской дочери прямо в сердце. Та и умерла. Нет, не умерла. Нет, умерла. Нет, не умерла. Нет, умерла. В сердце же попало. Хорошо. Вышел средний сын на крыльцо, выпустил стрелу, и попала она купеческой дочери прямо в глаз. Та и умерла. Нет, не умерла. Нет, умерла. Нет, не умерла. Нет, не умерла. Нет, не умерла. В глаз же. Нет, не умерла. 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 Ну и тогда царь, чтобы отметить победу во Второй мировой войне, решил устроить пир на весь оставшийся мир. Пришел старший сын с неписанной красавицей. Посидея немного, потом говорит, поднимемся-ка мы наверх, потому что такса у нее 200 баксов в час. Что, такие цены? Ну, глядцы. Пришел средний сын со своей... Пистанной Интернешнл. Взмахнула она перстами. Глядь, а не она, это вовсе. И пришел младший сын со своей лягушкой. С жабой. Лягушкой. С жабой. Сбросила она с себя свою лягушачью кожу, а под ней оказалось... Мясное лягушачье мясо. Белое. Что? Белое окровавленное лягушачье мясо. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. На следующий. Вот так вот все серьезно, да? И я там был, мед, пиво пил. Отравленное. По усам текло. Усов не стало. Слава богу, в рот не попало. АПЛОДИСМЕНТЫ